Картина не в тему. Почему не в тему? Влад! Влад! Вот там, вот туда! Так, нормально, Влад? Тихо-тихо, это было первое видео, где должна была висеть эта картина. Я пойду брызну, я не могу уже. Какой... Я слышу, а кто-то как раз... Короче, есть одна офигенная, интересная история. Сейчас мы попробуем забабацать ролик в новой студии. Дядька раньше ездил на Жигулях, а сейчас он ездит на... Увидите, на чем он ездит. Так вот, с чего это все началось? Сейчас узнаем. С чего вообще все началось? Разовый осмотр был, никто не знает с кем и какая машина была. Надо срочно узнать. Вот Peugeot 308. Разовый Огля Тигуан. Тигуан? Пацаны, у нас все весело. У нас вообще все начиналось с Тигуана. Артем работает, Коля трудится. Не знаю, как вы, пацаны, а мне такие обзоры нравятся. Друзья, всем привет! Вы меня уже отвыкли видеть в автомобиле, в основном видите меня в студии. Но сегодня, извините, я нахожусь за пределами Украины. Мы поехали за автомобилями для ЗСУ. Об этом будет отдельная история. А сегодняшняя история, она очень интересная и познавательная в формате того, что же купить за 12 тысяч, когда ты не знаешь, чего ты хочешь. Короче, есть у нас история. Мы сначала думали, что там был Калеос, потом был Рено. Оказывается, сначала был Тигуан. Для нового зрителя я скажу. То есть мы называемся компанией 1Авто. Я Николай Тарануха, руководитель всей этой компании. Мы занимаемся тем, что мы выбираем автомобили. Выбираем автомобили как для ЗСУ, так и для гражданских лиц. То есть наша тема это автоподбор и все, что возле этого связано. То есть если вам интересна эта тема, если заходит, добро пожаловать на канал. Здесь дофига находится интересного. По плейлистам можете пробежаться. Там есть и по направлениям, и по Украине, и по Европе. Есть техничка, есть... Блин, да только черта лысого там нет. Есть все, что угодно. Все началось с того, что был разовый осмотр. Разовый осмотр это когда человек выбрал себе автомобиль. Вот машина мечта. И эту машину нужно осмотреть. Антон, жигите. Потому что я сейчас, меня понесет и я меня не остановить. Разовый осмотр Tiguan был, не помню какого года. Полноприводный, там на максимальной комплектации по Америке. Полноприводный, а какой бюджет был? 12 где-то. Да, да, приехали его смотреть. Volkswagen Tiguan. Умерика. У него уже хватает крашеных деталей. Крыло здесь уже тоже надуло все. Это все дырки в будущем, в ближайшем. Ну, в принципе, тут ковырнуть, я думаю, что уже будет дырка. Вот здесь уже тоже рыжики прогрессируют. Вот, вот. Мусор, вот просадки тут такие есть. Наверное, что это не то. Тут все двери на петлях гуляют. Вот они вот так вот, значит, вертись. Пром уже здесь помутнел. Надо его ли восстанавливать или что-то с ним делать. Так, по вот этому кругу есть нюанс. Ну, оно получается крашеное. И тут есть мелкие точки. В этом месте, скорее всего, через полгода начнет облазить лак. Оно начинается с мелких точек. И, скорее всего, 100%. Они появляются, соединяются между собой и потом. Вот здесь много, мелко-мелко. Так вот, смотрите, их много-много. Вот, и оно облезет. Все, вот так раз, и как типа. Капот тоже Тайвань. Его снимали, он уже начал здесь корродировать. Уже подорвало герметик. Видно, не видно. Недолго ему еще осталось, этому капоту. Значит, по передку. Вот этот вот телевизор. Кассета, получается, с вентиляторами. Очень она в плохом состоянии. Саморезами крутили, усиляли. Вот эту часть, она была разорванная, скорее всего. Вот тут не хватает заслонок. Это все паяно. Я не знаю, скорее всего, что это на мусорке можно найти. Ну, это здесь она уже лопнула. Ну, тут такое. Трубка кондиционера. Согнутая, вот она здесь. Подмятая. Так, как-то крышечка поломана, корпус. Но это ни на что не влияет. Здесь вот эта штучка должна тоже где-то вщелкиваться. Но она не вщелкнута, тут перекручена. Вытащить, раскрутить, все это дело. И угрожить. Значит, на генераторе отломаны. Не хватает запусков. Здесь тоже отломано крепление. Эта же трубочка должна лежать здесь. Здесь тоже что-то должно быть. Оно тоже отломано в этом месте. И что? И все. И он, значит, собран по Тайваню. Капот уже, ржавчина там пробилась. Крылья уже все сгнили. Отверткой пробивают. Дырка будет, если проткнуть. В смысле, новое крыло? Ну, Тайвань, да. Таня Ваня. Ну, так оно как бы... Ну, поездила, да. Ну, там год, наверное, точно отъездила. То есть купили машину в Америке, год она покаталась здесь, когда она начала рассыпаться, ее решили... Да, там история другая, что люди выехали, машина осталась здесь. Ну, вообще машина не годится. Она даже в конце осмотра не запустилась. Тык-тык-тык-тык, а потом... Потом заглушил, опять начал запускать, она уже все, аккумулятор что-то там умер. Так иногда бывает, аккумуляторы умирают, аккумуляторы надо ставить, но когда машина продается в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, понимаем, что этот автомобиль тянет за собой замену масла, фильтров, аккумуляторов, прочих хер. Короче, машину продают перед большим ТО. А вот наша задача найти нечто такое, некий баланс, то есть еще не конченную машину, ну, или же в идеале найти обслуженную машину вообще с минимальным пробегом, еще лучше новую, еще лучше в салоне, ни битую, ни крашеную по цене, ни за рынка бэушного. Мы понимаем, что есть у нас разовый осмотр, есть у нас Тигуан, вы поехали, закошмарились этим Тигуаном, что было дальше? Осмотр-то разовый. Ну да, при разговоре с заказчиком он говорит, да как так, надо машина, может что-то посоветуете, а какую не знаю, мотор какой не знаю, ничего не знаю, вот хочу, бюджет 12. То есть он вообще даже не понимал, какую машину он хочет, он просто так, точечно пальцем выбирал машины и как бы хотел их все осматривать, но потом его подзажали немножко, ну, в рамки поставили, что так невозможно создать. Я сейчас поясню для зрителя, что такое поставили в рамки. Когда человек не понимает, что он хочет, имеется в виду выяснить у человека, чего он хочет, бензин, дизель, механику, автомат, полный привод, неполный кроссовер, хэтчбэк. Вот когда у человека есть уже картинка, собранная в голове, то, чего он хочет, пока не важно, какой салон, мы хотя бы определяемся с автомобилем. Поставили в рамки, что было дальше? Ну что, предложили ему, если полноприводный, дизельный, на обычном виде трансформаторе, это Калеос или обычный универсал. Ну, и, значит, предложили 308-й Пежо, и Калеос что-то перенравился, разонравился. Теперь это крашеная, тут вот есть легкие царапины, легенькие, и вот здесь есть легкая вмятина. В принципе, не сильно зачелганный, вот тут царапинки есть на пластике, здесь есть царапины, вот царапина. Значит, фары оригинал, фары целые, морда не разбиралась, капот, все хорошо. Тут стойку стабилизатора надо менять, она чуть-чуть подстукивает. И у него есть, вон, капля-то под турбиной висит, вот там вот, капелька. Не знаю, это того, что машина стояла, вот эти рычаги коррозии такой обросли, здесь то же самое с этой стороны. Это можно исправить. Так, у нее не работает задний правый электроподъемник, надо посмотреть, что там с ним. Он хотел либо кроссовер, либо что-то легковое. Я ему предложил в эту цену на автомате «Колеос» или среди универсалов «Пежо 308-й СС». А чем «Колеос» не подошел? Не знаю, он сказал, что посмотрел на видео и говорит, да, функциональный, но мне больше «Пежо» нравится. И начали смотреть «Пыжики 308-й». Поэтапно, что, какие были, вот… Значит, был там белый «Алюр», он до сих пор на продаже стоит. Какая цена? А, вот он. Да хуй ты, бля, 12500 он был. Семнадцатый год, 12500 белый. Значит, на модных фарах, на хороших колесах. Вот такой вот он. Трактроник, есть камера заднего. Нарезноватый немножко. Нижних туманок вообще отсутствуют. Выбитые полностью от надрезанного. Максимально выбитые. Парет пальцем. Даже вот ведется, но… как-то менее выбито камнями. Туманка тоже выбита. Вот, вот, есть пару пятнышек. Здесь пропал. Вот в этом месте. Тут тоже что-то вот подерто. Карта двери целая. Все, блин, тут… Короче говоря, тут надо хотя бы пылесос сделать. Хотя бы. В принципе, диван целый, без дырок, но в таком вот оно состоянии еще вот. Чего тут только нет. Тут тоже самое грязище. Шпаклевки тут под миллиметр. Даже вот больше миллиметра, полтора. Для ремонтированных. Так, здесь тоже все шпаклевки, шпаклевки, шпаклевки. Мощанька сюда так летела. Значит, есть такие нюансы. Вот тут вот начало подрывать уже краску. А это не потек случайно? Не-не-не. Это уже рыжик будет. Вообще, для пыжиков это ненормально. По порогу вот здесь тоже вот такие подтычкованные есть. А ты их прибором его не плачешь, да? Значит, вот рыжик, вот рыжик. Краску подорвало там чуть-чуть. Ну, ее подготавливали, если он будет продажа, да? Да, чуть подтычковывали вот в этих местах. Морда высечена у нее. Фары тоже высечены все камнями. Вся машина шершавая, я не знаю, но ее надо бы, она как вообразиваешься. Или где-то стояла подлипа, она, в общем, не отмылась. Мусора много поставляли, очень много. Покрашена она, ну, вообще, прям, хреново-хреново. То есть, вот видно, вот мусор, это все, ну, его очень-очень много. Фары выбиты камнями, морда тоже выбита. Якобы там у него 200 пробега. Ну, журнал BSI у него там ноль техосмотров этих замены масла. Тут надо пояснить, это когда идет корректировка пробега, идет несоответствие. То есть, в этом журнале пишется, какое количество было замен масла. Когда меняется масло, идет обнуление. И вот так можно вычислить, какой у машины был пробег. А здесь не получается этого сделать, потому, запятая, что мозги этому автомобилю слегка правили. Я все правильно говорю? Ну, есть такое подозрение, то есть, 100% нельзя сказать, но BSI журнал, он хранит все ТОшки, а там у него нули. То есть, взять нормальную гражданскую машину, там все ТО будут. Значит, отложили эту машинку, поехали смотреть дальше. Поехали, посмотрите, там синенький еще есть пыжик. Там тоже заявлено, что он целый, но он получил по морде. Царапины по машине, черный цвет. Это комплектация не Allure. Человек просто не знал, продавец, как отличить. Туннель не зацарапанный, карманчики не растянуты. Оно украшено, здесь частично оно шпаклевано, вот здесь не вывели уголок. Кантик вот должен быть, его здесь нету. Тоже много всяких царапин на черном свете, видно их. Что мы имеем? Мы имеем именную фару. Эту фару паяли, паяли, бампер красили. Ходовой огонь потеет, фары это не отсюда, крепление поломано. Крыло крутили, зазоры выставляли, красили, шпаклевали. Фары там паяны, ремонтированы, ну там не годится. То есть, как всегда, абсурдность ситуации. Алло, алло, машина целая. Ну да, приедет жена показать, приехала жена. Машина не битая, не крашеная. По факту открываем капот. Типа как открыли, хлоп, спасибо, до свидания. Потом поехали мы смотреть еще одну машину. Может она даже есть в продаже еще. 9500 на автомате. 9500 на автомате. ЖО, 308. Значит, по фарам. Здесь есть царапины. Немножко выбиты, ну выбиты камнями, соответственно. Трещины на лобовом стекле есть. Но стекло поменяют. Руль. Руль подзатертый, такой под ногтями поковыренный. Крыло это красное. Банан тоже крашеный вверх. 220-240. Крыло тоже самое крашеное. Там все. Все внутри там в соляре. В масле. Надо переуплочать в атомную крышку. И сразу колечки. А неупорные шайбы меняет. Влажновато, скажем так. Крашена вся бочина у нее. Трещина на лобовом стекле. Два комплекта резины. 8,5 человек отдавал ее. Ну это... С девяти с чем-то, да. На 8,5 отдавал. Но все равно иллюстрацию не прошла? Не, заказчик не согласился, чтобы брать крашеную машину. Тем более бюджет у него был больше. То есть она не подошла по параметрам? Ему лучше надо. Ну в принципе, да, я в себе такую взял. Если бы я искал, у меня был ограниченный бюджет. За 8,5 пойди купи. Я же как бы 9,5 услышал. У меня так уха резоновано. Не, начали с 9,5. Но, говорит, я отдаю за 8,5. Потому что вот ничего не делая. Вот два комплекта резины. Вот такое лобовое стекло. Вот так какая есть. Вот так иногда бывает. Вот 9,5 стоит, отдаю за 8,5. Потому что причин на самом деле могут быть большой вагон, маленькая тележка, здоровая сотня. Что было дальше? Приказчик говорит, да не, поехали дальше. Ну и поехали мы дальше. Поехали мы у Белую церковь. Там было два Пежо. Одно двухлитровое. Значит, там кто-то лазил, пытался поменять ГРМ. Он его вроде бы как поменял. Пежо. 308-й, двухлитровый. Воняет от него солярой. Тот, кто здесь менял ГРМ, не подзащелкнул. Смотри, вот не защелкнута одна оранжевая. И не защелкнута, аж типа вторая. Эту тоже надо ставить на месте. Фишку. Она вот должна быть спрятана. И эта фишка не защелкнута, не выкапает соляра. С под форсунок где-то тоже частично. Не под запотевшим. ГРМ-мененный. Скорее всего, здесь крученные подушки. Дифриз чистый. Фары оригинал. Значит, блок тут что-то не на месте. Кто-то тут лазил. Не лазили здесь блок? Не снимали управление. Аккумулятор у кого-то? Да, аккумулятор. Я понял. Он там вставляется, он вниз туда. Дальше фара. Оригинал. Но крепление опаянное. Вот оно здесь. Вот так вот. Живет в своей жизни. Тут тоже не хватает чего-то. Значит, это похоже на антифриз. Да, это антифриз откуда-то тут. Из соляра с топливного фильтра подкапывает. Я там по месту только отдел две защелки в моторе. Короче говоря, не годится машина. Это то же самое. И еще одну посмотрели там в белке. Ж308, который серебристый. Значит, у него там что-то, какая-то проблема. Что-то грюкает в моторе. Говорит, что вакуумник. Не знаю. Ошибок нет. Надо разбираться, что это. Фара. Это 2015 года. Это фара 2016 года. В принципе, морда не сильно выбитая у него. Здесь вот есть мятина. В этом месте. Фара однамененная. Бампер крашеный. Это еще пробег кручен и шилды. Отторванный здесь у нее. Нам такая машина, я думаю, что уже неинтересна. Потому как у нее лазили, перепрошивали ее. Экологии нет. Но там проблема была с сажей. У нее, скорее всего, или не было, или не работал и Олис. Значит, вот здесь шилды. Как последний раз был пробег 161 тысяча. Когда-то там в Европе. Сейчас 177. Не верю. Очередная неудача. Ну, не стали разбираться уже. Потому что к заказчику тоже это она сразу не подошла. И все. И поехали мы у Луцк. На базар. А что сразу в Луцк не поехали? Ну, надо же было посмотреть, что есть в Киеве. Ну, на Луцке тоже, кстати, пыжики эти 308 на 1.6 автомате. Это такие редкие гости. Там их было на базаре аж 4. Эти пыжика. Один был Алюр в максимальной комплектации. Блин, он за него хотел, я вот не помню. Или 13800 он за него хотел. Ну, там жирнее жирного. Так, 308-й, двухлитровый. Это Алюр будет. Значит, ну, ценник у него, конечно, не знаю, подсниму. Там торг еще у него есть. Вроде как нормальный. Так, фары. Тоже немного подвыбиты. Немножко потеет одна фара. У нее фуллит оптика. Машина сама паркуется. Тормозные диски под замену. Выработка большая. Это такая машинка, которую можно подснять, потому что все остальные. Нема, что снимать там. Она, конечно, на классной комплектации. Кожа комбинированная. Самый максимальный салон, который может быть у нее. Мотор двоечка. По-моему, ценник у нее такой. Неслабый панорамная крыша. Такая вот легкая притертость, но она должна выкатываться. Диски, ну, то же самое. Низкий профиль, бордюрка частично. Значит, защитка подохнута. Тормозного диска. Есть такие вот нюансы. Немножко лопнуло. Здесь сединица не подшита. Значит, здесь тут хром надуло, не пойми чего. Антифриз уже надо менять. Фары оригинал. Все, оригинал. Докеринг. Двигатель помытый. Двойка на и синие. Типа тоже а-ля синие. Торма, салон там на коже. Сама паркуется. Дестроники. В самом итоге. Значит, ее посмотрели, кстати, она могла бы быть рекомендована. Но она немножко вываливалась за бюджет. А там 12 притирка-притирка. Ну, не хотелось бы, наверное, брать за последние деньги. Нет, это правильно, кстати, решение. Брать машину за последние деньги, это, на самом деле, это полная шляпа. Объясняю. В любом случае машину надо служить. Когда покупаешь машину на последние деньги и даже заправить нечем, то это просто полная беда. Ну, да, там, штуку вы не доположь у нее потом. И, значит, там на базаре еще посмотрели парочку. И нашелся там один пыжик на обычной комплектации с климатом, без панорамы. У него был косметический подкрас одного крыла. Машина с Италией, пробег 179. Ну, с Италией, это, наверное, с северной Италии. Потому что если с южной, там же... Ай-яй-яй, дорогой, дай подвинься, иди сюда. Так, Peugeot 308-й, 16-й год. В принципе, похожий на честный из всех, что тут есть. Так, она ровненькая, на зимней резине. Есть парктроник передний-задний из плюшек. Так, крыло, капот целый. Крыло хорошо все с крылом. У нас есть сколы на капоте. Кром целый у него. Везде все хромерки, все-все-все, парктроники. Что больше не делать? Двери. Хорошо все с двери. Двери тоже целые, пороги целые. Сидушки классные. Все боковинка, все хорошо здесь. Ручечка не запиленная. Руль вот есть кольцами. Подтертый. Так, на дисплее царапин не наблюдается. Потолочек тоже химчищенный видно, что... Карта. Прошок, кнопка, ручка, все. Вот она, арка эта, крашеная. А вот есть... Вот здесь вот пятнышко есть со шпутлелкой. Задний диванчик классный. Сидушки пухленькие, все хорошо с ними. Нету ни дырок, ни рваний, никаких. Карманчики не растянуты. Ремни рабочие, ремни 16-го года. Двери ни передние, ни задние не крутились, не снимались. Так, пластик. Есть тут косячки немножко по пластику. Так, в принципе, все хорошо. Так, работает отсюда. Это тоже отсюда работает. Так, сиденье. Сиденье классное. Ничего вообще тут нюансов по нему ноль. Есть здесь вот царапины на пластике. По зазорам она тоже очень даже все хорошо. С ней фарки выбиты минимально. Бампер, есть сколы, но опять же, из того, что я смотрел, выбиты минимально. Аккумулятор еще оригинал. Ему, скорее всего, слабовато, да, уже если постоит? Нормально? Ну, не знаю, аккумулятор... Значит, дивися. Здесь стояло 3 месяца вообще не подходил в гараж. И завалился. Ну, может, его меняли. И оригинальный стоит. Так, турбинка здесь сухая, но тут его подмыли когда-то, моторчик. В колодце, там начало проявляться вот чуть-чуть или масло, или соляр, скажите, что масло. Это все лечится, оно только-только там вот... Не знаю, видно, не видно, такие запотевания вон легкие. То есть оно еще не стоит там. Запускали работать, ровненько, мягненько. Не, ну, хороший такой целый автомобильчик. И да, и все сошлось там. И мы забрали эту машину. Ценник там был на нее 11 800 хотели, и за 11 100 отдали. Ну да, не дешево, но целое и честное. Ну, 11 800, 11 100, это, конечно, не 10 процентов, как хотелось бы. Ну, можно было бы еще его продавить, потому что человек занимается автомобилем всю жизнь, то есть, знает толк. Вопросы? Где пахнет говно от какой машины? Самая худшая. Да, хуйня, если шо, шо. Где пахнет говно от какой машины? Ну, не в плане, что там насрали, а в плане, где есть подводные говни. Ну, где их больше всего можно там найти? Ну, я попробую перевести с молодежного на нормальный язык. Какая машина самая проблемная? Ну, назовем так, то есть, почему от машины воняет говном? То есть, это типа, вот какие от машины ожидать проблемы? Смотря про какую машину мы говорим. Какая машина? Пыжик. Пыжик. Нормальная машина. Отлично. Не, есть проблемы, конечно, если там не менять масло в ней. Какие проблемы? С под форсунок начинается подтекание. Ну, это меняется. У всех, да, у них там, может, чуть раньше, чуть позже, там, на 170-160 тысячах. Потом там есть клапанная крышка и под клапанная там постель распредвалов. Вот, все меняют клапанную крышку, а течет под постели. Поменяли клапанную, опять потекло, ну, то есть, надо, чтобы люди, которые занимаются непосредственно на Пежо, обслуживали такие автомобили. Кто там крутит Тойоты, ему привезли Пежо, да, он там поменяет, но проблему он не исправит. Я же попробую объяснить для зрителей. В общем, очень часто, когда мы смотрим, открываем капот, верхняя часть двигателя, это называется клапанная крышка. Вот она открывается и вокруг она потеет. Вот потеет, иногда с нее течет. Вот когда с нее течет, это не факт, что течет с этой крышки. Снимаем крышку под крышкой из постель и течет именно из-под постели. Поэтому меняй, не меняй клапанную крышку, это не помогает. Я правильно изъяснил ход мыслей? С. Дальше, теперь, что касательно колечек под форсунки. Между форсункой и головкой блока есть кольцо. Выглядит, как обычное медное кольцо. Оно идет своего размера для разных машин. Не путайте эти размеры, потому что вот если поставить это на, блин, на полмиллиметра выше, ну типа нормально, форсунка закрутится, класс. Она распылять нормально не будет, она будет просто ссать и все. И не будет нормально ехать. Может быть запросто беда. Да, головку разобьет и все. Почему i-SIN, а не другая коробка? Какая другая? Ручка там. Либо ручка, либо i-SIN. Надо был автомат, все. Выбрали i-SIN. А, то есть тут надо был именно автомат. Да, то есть равно ему не подходило, потому что там EDS стоит эта коробка. То есть такая себе сомнительная. Ну что сомнительная. Не, ну если небольшой пробег, то она еще поездит. А они там пробеги, ну куда машина там 10 лет ей. Попробуй найди, пойди ее там. С маленьким пробегом. А я нашел одну. В одну в этот раз, а до этого, а до того. Не, не, это был очень, очень жирный. Рено и нашли. Очень. Максимальный. Одиннадцатого года. Ну как максимальный, если он был не на шкуре, без панорамы? Какая шкура там? В Рено невозможность. Как-то без панорамы. Это уже другая история. Но и в Рено нет ничего хорошего. Дурак ты. И Володя. Охеренная машина. Посмотрите сколько. Я их подобрал за тот месяц штук 6. Не, вопрос. Кстати, по поводу вопроса Рено. По двигателю Рено вопросов нет. У Рено впереди планеты всей по своим дизелям. Моторы классные. Все хорошо. Но есть один момент. Есть такая штука, как каталог запчастей, которые я ненавижу с времен юности своей, когда еще продавал запчасти. Для того, чтобы в Рено найти запчасти. Я не знаю, какой, что жрал этот француз, каких жаб, и что он потом запивал, и чем курил, когда создавал каталог этих запчастей. Каталог очень хитрый, каталог очень такой дурной и мне непонятный. Но это как мне, это мое личное мнение. Может быть кто-то скажет, что эти каталоги божественные. Но есть еще одна штука в Рено. Это ихний дизайн, ихняя эргономика, которая тоже не всем заходит. Это вот те минусы, которые я понимаю. А вообще по технической точке зрения, с технической точки зрения Рено вообще классная машина. И нами на самом деле этих Рено вот так вот выбрано. Но я могу сказать от себя, если вот не зашел дизайн Рено, никому нет. Ты трогаешь вот эту дверь, когда закрываешь буквально любое Рено среднебюджетка. Ты закрываешь его, она очень легкая, не чувствуется, что это даже машина. Так это бюджетка, блядь. Нет, тут же надо понимать, в каком классе мы выбираем автомобиль. Если, например, сранить, ну я не знаю, какое Рено. Ну взять Велсатис, например. Там дверь, что в Вольво. Ну это вообще произведение искусства, этот Велсатис. По глазам я понял, что вы даже не знаете, что это такое. Короче, Велсатис это топчик. Вот как бы я ненавидел Рено, особенно вот первый Велсатис, который я смотрел. Я тогда узнал у них вот здесь вот в подлокотнике. Открываешь и там вытягиваешь штуку. И только там живет пипка, куда подключиться и можно почитать автомобиль. Не на приборке, а в подлокотнике. Ну хотя Рено не любят. Вот дастеры посмотреть, но регулировка зеркал под ручником это. Логан и даст. Жабь едят, что-то курят, не знаю. Но зато оно надежное, сколько их ездит. Ну да, как пулемет Калашникова. Я одному привез, он в такси. 400 с чем-то километров заехал, вкладыши снял, новые поставил и дальше. Пока эту машину ему в жопу не догнали и не развалили. Мотор он еще потом продал и может быть он даже до сих пор ездит. Поэтому Рено вот по своей механике, по моторам. Там 636 моторы, они троят на холодную. Но это тоже лечится, ну не знаю. Похер вообще абсолютно. Зато, блин, запчасти стоят ерунду, везде обслуживают, все их знают. Как на Хундае. Вообще. Все, вы поехали. Очень часто у нас пыль же круга рут. Ну типа я мониторю заказы, сижу тоже, я не часто вижу, что по подбору Пежо происходит. Выбор Пежо, вот таких французов, их много. Но у нас есть уже некий алгоритм. Мы конченых машин не видим. То есть мы их вот, есть очень дофига продается. Но в этой общей массе, во-первых, наши менеджеры их уже большинство все давно видели. То есть вот человек звонит, вот хочу посмотреть. И если мы это видели, мы скажем, что не надо туда смотреть. Это может быть печально. Вот. А так в принципе очень много Пежо мы закрываем. В принципе история неинтересная получается, когда едешь, смотришь нормальный Пежо, находишь и все. Это БМВ найти хороший? О, вот это вот событие. А найти и Пежо нормальный, ну это обыденность. Но просто в той массе, как их продают, попробуй найти этот нормальный Пежо. Ролик у нас, да, вот недавно вышел с БМВ, который американец, который 6 лет жил в Украине. То есть машина с N22 мотором в Америке купленная. В Америке машина продается априори вгашенная или утопленная. Там была ни единая запчасть не крашенная. Вот вообще ни единая. Да, она была утопленник. Но она утопленник была даже до порогов ватерлинии. И про этот автомобиль вообще нигде нет информации. Ну как, нашли, но в общих источниках, типа Carfax, Bitfax, Carvertical, что там еще доступного. Информации не было, но нашли. Кому интересно, вот ссылочка посмотрите. А сок истории здесь следующий. Вот теперь я сейчас все поясню, так чтобы было видно, ясно, понятно. То есть парень раньше ездил на Жигулях, потом он захотел себе кроссовер. Кроссовер он, Volkswagen Tiguan, мы ему не порекомендовали, потому что он был гнилой, как сволочь. Потом он захотел Renault Kaleos. А Renault Kaleos ему не понравился, потому что он малофункциональный. Это я к чему все рассказываю. Четыре автомобиля мы смотрели для человека. Если у вас не получается с чем-то вот определиться, вот правильное слово, то мы вам поможем. У нас люди специально для этого заточены. Вот каждый технический специалист, каждый, который у нас сработает в отделе по работе с клиентами, если у вас есть непонимание, чего вы хотите, по вашим потребностям, по вашим желаниям, поможем выбрать то, что действительно нужно. А теперь смотрим дальше. Никаких нахрен подписываемся на канал. Нет, 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 не работает. Я разрешаю зайти, затабло светить и рассказать чарующие слова. Заходим в кадр, присаживаемся. Лайки, подписки, комментарии, как бы вот тут написали. Все круто, все, пока. Пельмень, это он. Вот такая вот у нас веселая команда. Друзья, на этой оптимистической ноте большое вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ждем вас в следующих сериях. Всем удачи, всем пока. Пока у нас не выключили свет, они у нас уже свет не выключат, а нам его только включили. Вот Volvo, это якость. Kia 400 пробег. 400. Volvo 450. Ну, якость. Якость. Все, якость, мы пошли. Всем спасибо, всем пока. Надо еще долбить дыру.